Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт. Привет, Максимка! Я Александр Жучкин. И, как водится, я приехал в Питер, чтобы снимать кучу-кучу контента. И сегодня мы начинаем неделю, а может быть и меньше, в общем, несколько дней начинаем китайских и не очень продуктов. Будние дни будут точно, а сегодня у нас Вьетнам против Китая. Это точно Китай, потому что мы посмотрели на сайт, указанный на этих баночках, и там цен, то есть, значит, это домен китайской принадлежности. Но если кто-то понимает вот эти вот слова, тогда, может быть, напишите нам, откуда эти дошираки. Но мы считаем, что это Китай, а это Вьетнам. Тут написано 100% просто уже в штуках. Значит, это с чем? Это чикен, то есть, это что у нас получается? Это получается рыба. Очень смешно, но нет. Это у нас получается курица. Куречка, цыпленок и мошрунм нудл, то есть, это цыпленок с грибами. Цыпленок в грибах может быть, да. В грибах может быть. Валяется такой. Утонул. А это у нас все-таки креветки. У тебя что? У меня, значит, какие-то тоже креветочки. Там прям нарисованы креветки? Ну вот, смотри, в ложке. А, окей. Креветки в ложке. И вот это вот очень классно, это том ха. Только тут еще в конце написано сау. Может кей? Может сау? В общем, у нас сравниваются две вот таких вот креветочных и две некреветочных субстанции. Открываем и начинаем их пробовать разбавлять. Ты можешь открывать? Можно, да? Просто я привык, что сначала нужно, что ты откроешь, а потом... Нет, одновременно можно открывать. Хорошо, спасибо. Мы же соревнования, поэтому... Давай кто быстрее откроет доширак? Я выиграл. Так потом... Ага, потом... Да, доширак не будешь, смотри. Оп. Оп, оп, все. Видно, человек-фудблогер ест только в ресторанах. Я ем только, когда на камеру. А на камеру обычно уже все открыто. Открывай вторую. О, как всегда. Как всегда. Давай по наполнению посмотрим. Хорошо. У нас как всегда. О, смотри, у меня здесь есть две вилки. Две? Ну, в смысле, по одной. Да, мне тоже. Пахнет. Кстати, вилки вот эти вот походные, очень крутые. Да, потому что у нас сейчас нет вилок, поэтому... Мы рады даже вилкам. Да. Так. Так, значит, здесь у нас креветочки. Тоже такая вилка, смотри. О, супер. Креветочки, соуса и... О, это воняет. Уже так, я просто открыл резко. Ох, у тебя рыбы прям. Да, реально воняются прям. А тут, кстати, тут хороший запах именно вот... Лапши. Ну, да, да. Сухой лапши. В общем... Вот это вот всё... Смотри, вот это нормально пахнет обычно, а вот это прямо... Прямо зловонье. Я буду это есть первым. Это подороже и это поприятнее выглядит. Угу. Давай тогда одновременно всё это высыпем. Давай, смотри, какие тут маленькие пакетики. А здесь, смотри, какие огромные. Ну, пакетищи. Обычные, на самом деле, опять какое-то масло, какая-то чушь. Перчик? Нет, я просто что-то вдохнул. Ты носом, что ли, начал дышать? Начи. Я ещё... Ну, если что, я врач, ты же помнишь? Наверное, это я врач. О, блин, чё, чё такое-то? Фу. Мне вот... Резко ты перец просто резко открыл. Не, ребята, это серьёзно. Прямо там настолько лёгкие вот эти вот песчинки, что они попадают прямо... Нет, это знаешь, такое очень резко в нос. Да, то есть это я... У меня даже в городе что-то ещё. Нет, ух ёбок. А вот смотри, недочёт этого доширака в трудности открытия. Ну, как его можно открыть? Угу. А нет, нет, ребят. Есть тут надрывочная линия. Ладно, ладно. Вкус, слушай, ну и перец, конечно. Я хочу сейчас... Я на грани того, чтобы чихнуть и не чихнуть. Я сейчас буду... Не факт, что это перец. А ты что, Дуб? Ой, ужас какой-то. Нет, слушайте. Я думал, ты прикольнулся, типа. Нет, 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 нет. Просто на самом деле это неплохо пахнет, что мы так... О, фу воняет. Нет, просто резко перец. То есть это вот... Мелкий-мелкий перец. Мелкий перец прям в нос так, и ты думаешь... Что делать? Ё-моё. Зальёшь мне? А, мы сразу два. Сразу два, конечно. Сразу всё. Ну, чтобы они одновременно заварились, а мы пока поболтаем. Слушай, Макс, а логика есть, действительно. А тут, смотри, тут... Смотри, какое наполнение тут прикольное. Смотрите, ребята. Это, типа, маленькие креветочки тут такие. А это... А это у меня кот так ходит, знаешь, куда? Знаю, в магазин. Да, в магазин я его иногда отправляю, потому что... Ну, знаете, иногда сидишь очень скучно. О, ну это... Это, кстати, грибы, потому что пахнет прям грибами. Это грибы. Это грибы. Е-е. Нес. Пахнет чем-то вот таким, как бы, грибным. Выглядит отвратительно, но запах обычный, как бы, ничего плохого сказать не могу в этом. Вот это очень трудно оттуда вытаскивается. Прям невероятно. Да, всё, мне хватит грибов. Так, это у нас обычные овощи, то есть это стандарт. И сейчас, аккуратно, сейчас тоже полетит вот этот вот... Ты тогда высыпай прям аккуратнее. Порошок. Да. Всё, всё. Это... Подожди, я ещё не готов. Тут всё... Опять? Опять! Просто тут нужно... Как-то... Очень аккуратно, потому что я серьёзно дегр... Они попадают... Я чувствую, что ты меня не обманываешь. Они сразу попадают. Уху, невозможно. Ё-моё. То есть, вот есть в этом опасность. Слушай, что-то слишком как-то жёстко. Прямо, либо это остро будет. Не, вряд ли остро. Вряд ли остро. Смотри, какая вилка смешная. Ох, ничего себе. А вот, а другая вилка из другого доширака обычно. Ну, мы же, мы, короче, всё будем называть дошираком, так что не обижайтесь. Ну, это как памперсы. Да, то есть, это слово общее, типа. Общего назначения. А вот мне наливать, знаешь, покуда? И в сольку, в сольку прямо. Ребята, кто любит наливать доширак прямо в сольку, лайк. Всё, 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 братишка. Блин, воды не хватит. Не хватит воды. Ну, сольём с другого доширака. Давай. Вот сюда. Да, да, конечно. В общем, мы дольём воды, и всё у нас будет замечательно. Когда я домой покупаю доширак, такое бывает, я всегда думаю, чем его накрыть сверху. Ну, потому что, смотри, это неудобно. То есть, тут нужно чем-то его прикрывать. Ребят, напишите в комментариях, чем вы прикрываете вот сверху доширак. Может быть, тарелочкой, может быть... Вот я иногда накрываю вот так вот вилочкой и более-менее. Ну, здесь, видишь, она... У меня удобно, потому что здесь есть носики. И вот, если их защипить, то... Смотри, я накрой, короче, айфоном. Смотри, я накрою айфоном сразу два доширака. Превосходно. Челлендж. Главное, чтобы ты за него валился. Челлендж. В общем, эти дошираки уже лучше, потому что они могут закрываться сами. То есть, тут не надо никаких айфонов. Ну, смотри, у тебя все равно сбоку, видишь, парта выходит. А у меня тоже выходит. Ну, конечно. То есть, они чуть дороже и они удобнее. То есть, вилка более твердая. Тут больше объем. Тут не нужно прижимать. Но самое главное, вкус. Потому что, понимаешь, если это все удобно, но не вкусно, это бессмысленность. Так неудобно, вообще классно. У меня не вкусно, но зато коробка, большая вилка пластиковая. А, зато компактно, много места не занимает и нужно меньше воды. Классно. Вот, на самом деле, в общем, ждем минуты 3, 4, 5, 6, 7, 8. А может быть 9, 10? Maybe. И вернемся к вам с дегустационными мнениями. Открываемся? Открываемся. Как мы ищем, прошло 2, 3 минуты 4, 5, 6, 7. И мы заварили наши дошираки. Хотя это вообще не дошираки. Ну, это удон, лапша. Не знаю, ромэн. Называй какой-то. Ромэн. Роман. Ну, сразу могу сказать, что здесь в 2-3 раза прям больше... Ну, здесь они набухли еще вообще. Разварились. Потому что здесь, как бы, ну, ребятушки, тут вообще чуточку. А здесь прям даже видно, что здесь очень все. Ну, вот это, как ты помнишь, очень сильно пахло прям. Да. Такое какое-то непонятное. Давай, вначале попробуем креветочный, чтобы у нас были одинаковые условия. То есть, вот эта креветочная сюда, и мы пробуем креветочный. Ну, ты, конечно, воды не жалела. Я не жалел. Слушай, а помнишь, нам в прошлом видео написали, что воду нужно сливать? Ничего. Ничего не писали? Мне ничего не писали. А, мне просто написали. Ребят, просто писали, в каком они городе воду сливают. Ребят, напишите, в каком городе вы покупаете обычный доширак. Не говори ничего, я не хочу знать. Пока минуту. Ребят, заранее извиняемся, если мы будем чавкать. И если мы вообще... Мы максимально далеко поставили микрофон, чтобы вообще было чавкание не слышно. Извините, что мы вообще перед вами едим, но... А, но с другой стороны, вы сами виноваты, потому что вы заставили нас за трапезой. Да, не нужно было просто как бы это делать. Да, то есть мы... Либо теперь, либо ставьте лайк, либо сами начинаете кушать. Слушай, поэтому хочу сказать, что оно такое, не очень вкусное. Безвкусное. То есть тут нет никаких неприятных ощущений, но... Но просто как... Это кипяток с макаронами. Вот, просто вареные макароны, кстати. Возьми эту самую... Креветулю отдельно. Креветулю. Как я ее только что назвал. Смешная, это конечно. Вот это вкусно. Креветка реально насыщенная. Она... Это, на самом деле, единственное, что насыщено в этом дошираке, это... Креветка, собственно. Да. Ну, я, в принципе, вкус понял этого. Если вы хотите прямо есть, то вы это сметелите за милую душу. Но если есть выбор, может быть, он пойдет у нас... Ну, такая, ничего, ну, среднячок. Вот. А вот это прямо с креветками, это томха. Либо остренькая. Томха. Тут, либо, получается, такая, типа, гречневая лапша, потому что тут она чисто яичная. А здесь из-за соуса, скорее всего, красивая. Возможно, возможно. Либо из-за соуса. Либо потому что это вьетамский. Мне понравилось. Тут, как минимум, есть вкус. И она остренькая. Ну, это томха, они же позиционируются как супы и острые. Это есть приятнее, потому что здесь хотя бы что-то есть из вкуса. Ну, первый раунд кому отдаем? Китай или Вьетнам? Честно, честно. Я бы откому. Ну, либо никому, либо если прям нужно выбрать, я бы отдал. Все-таки Вьетнаму, потому что тут, как бы, ну, нотки креветочные есть. И то только, когда саму креветку берешь. А тут без самой креветки, в принципе, без тельца его, можно сказать, что здесь пахнет креветкой. И она какая-то есть на вкус. Не, ну, вот это чуть поприятнее, конечно. Чуть поприятнее, но тоже, опять же, не прямо, что вау. То есть, если, например, говорить с обычным дошираком, сравнивать, особенно с зеленым? Конечно, конечно. С зеленым лайком. Конечно, то есть, эти бы проиграли российскому дошираку. Российский доширак, гордое название. Гордое название, да. Но если выбирать между ними, то этот, как бы, норм почти никакой. Этот, ну, более-менее приятненький. Ну что, 1-0, Вьетнам побеждает пока что. Пока что, да. Переходим. Давай теперь начнем с этого. Давай. С Вьетнама. Вьетнам, значит, называется модерн у нас, а там хэнди хао хао и модерн, а это называется неизвестно как, потому что мы не знаем. Не владеем. Так мы же хотели начать с этого. Ну, я просто уже захочу есть. Так ешь, кушай. И опять же, вьетнамский здесь он уже окрасился. Острый. Он 100% острый. Прям. Пахнет лимоном. Нет, вот понюхай. Это мохито какой-то? То есть каким-то таким вот цитрусовым, то ли лимоном, то ли лаймом. Интересный запах. Ну, в смысле, лапша с лаймом. Что-то прикол. Простите. Реально, лапша со вкусом лайма. Но, я тебе могу сказать одно, это как минимум необычно. Это очень необычно. И я уже готов тут поставить лайчок. Потому что, потому что, ну, это вот, я помню, пробовал с Ксенией чипсы, лейс со вкусом лайма. И это было, то есть, очень необычно, свежо и круто. Тут же... Ну, вроде тут прикольно. Не написано про лайм, ну, по крайней мере, ни по-русски, ни по-английски ничего, но он есть. И, слушай, это прикольно. Вкусно, вкусно, вкусно. Ну, это необычно. И из-за того, что ты никогда не пробовал это, плюс, ну, это неотвратно. Это остренько, но не то, как мы пробовали прошлый раз, когда это вообще было жесть. Остро, чуть вкус лимона. Вот прикиньте, если в доширак классический добавить чуть-чуть лимончика, да, и... Скажите, получится говно. Ну, да. А здесь оно... Нет, слушай, вот, это прям сразу лайк. Да? То есть, даже если это будет тоже круто, я поставлю и этому тоже. А кто тогда победит? Ну, тогда победят вьетнамский, потому что... Правильно. В первом раунде выиграл этот, а тут уже, как бы, потому что, даже если это будет, как бы, менее вкусно, чем это, но в любом случае за оригинальность это можно поставить. Здесь пахнет прям грибами. То есть тут... О, пахнет, кстати, очень вкусно грибами. Прям, знаете, вот, чем пахнет Лейс? Грибы. Да, или сухарики Емеля с грибами, которые такие вот... Ммм, лисички как-то там в... Блин. В опятах. Нормально? Плохо? Хочу тебе сказать, что это тоже прям супер. Ну, реально, вот, лапша, грибная лапша. Прям супер. Я почему-то думал, что, знаешь, какие-то такие грибы будут не очень вкусные. Типа грибы. Но это прям тоже вкусно. Прям действительно грибы. Это не остро, но довольно... Вообще не как. Так, тихо, это мы уберем. Чуть пряненько, но это не остро. То есть это... Это приятно. То есть, если вам не нравится острое, то зеленый вот такой вот китайский... Лапша-бит можно кружить. Хотя здесь есть кусочек перца, как бы, но... Может быть, он сейчас тебя обожжет. Ну, очень аппетитно, да, было? Ну, примерно как будто Макс Бранк из Доширак. Вот примерно так. Ну, в общем, это тоже вкусно. Тут... А, вот это чикен. Ну-ка. Есть вкус курица. Что-то реально. Курица прямо. Она как бы соевая, но что-то мясное есть. В общем, это тоже неплохо. То есть тут есть вкус, аромат. И если сравнивать с синим креветочным, этой же марки, то этот выигрывает. Поэтому я считаю, что 2-1 победил вьетнамский. Ты можешь сказать по-другому, но, к сожалению, мнение твое не очень учитывается. Но ты можешь сказать ребятам? Ребят, я считаю, что, конечно, победил вьетнамский. Молодец. Вот мне нравится, когда мы с тобой совпадаем в мнениях. Да, да. А пока ты говоришь, что победил вьетнамский и хвалишь его, я буду есть китайский. Правильно. Друзья мои, напоминаю, что чрезмерное употребление сухой в начале пищи. Дошираков. Ну, дошираков и всяческих других ненатуральных вещей, которые выстростворимые. То есть это все не очень полезно. Но иногда можно кушать. Слушай, Макс, а как думаешь, может быть, мне дать попробовать доширак деревенскому парню? Ну, который снимается у меня на канале. Острый доширак. Острый прямо. Ребятушки, если вы хотите, то ставьте лайк, пишите об этом в комментариях. И Саня на своем канале либо деревенскому парню, либо чекуле даст попробовать острейший, прям пипец какой. А вы хотите напишите, кому лучше дать попробовать? Да. Илюша или Аля? Да. В общем, ссылочки в описании. Наше мнение вы узнали. Пишите свое. Вы лучше всех. Пока. Пока. И завтра или через день, скорее всего, будет новый выпуск азиатско-китайских продуктов. Азиатские будни это будет называться, да? Да, да, прекрасно.